Доброго времени суток, с вами Сергей и сегодняшний ролик посвящен третьему моему обследованию после операционного периода. Давайте маленечко истории, в 2015 году мне поставлен диагноз хондросаркома, в 2017 году мне сделали операцию в виде ампутации, а промежуток этого времени я зарабатывал на ипотеку. В 2017 году сделана мне операция, в конце марта 2018 года я прошел первое обследование, у меня нашли новое образование. В марте 2019 года я прошел второе обследование, у меня нашли еще новое образование. Одно ближе на позвоночнике внизу и одно на правой руке. Сейчас я все прошел обследование, все в порядке и об этом чуточку поподробнее. С августа я начинаю проходить врачей, врачебную комиссию для МСЭ, для переосвидетельствования для МСЭ. Я с августа все спокойненько, благополучно прошел, в сентябре звоню на МСЭ, мне там упираются. Упираются и говорят следующее, мы Вас не примем, мы Вас не примем, давайте на последнее заключение с онкоцентра. на основе, вот тут всегда пишут, так сейчас, рекомендована компьютерная томограмма грудной клетки брюшной полости малого таза скомпростируем через 6 месяцев, врачи страхуются. И на основе вот этой рекомендации, рекомендации, а не жестких правил, меня не пустило громово на МСЭ, это с сентября, я в сентябре получил последний раз пенсию и до всего настоящего времени я не получаю пенсию, потому что я еще не прошел МСЭ. Ну, про МСЭ я запишу отдельный ролик, а сейчас ролик про обследование. Я планирую, я всегда, мы с Артуром Владимировичем поговорили, с моим лечащим врачом, и я остановился на том, что я прохожу, рекомендации пишут раз в 6 месяцев, но я прохожу один раз в год компьютерную термограмму, потому что все-таки же это облучение, а радиация, как известно, в организме накапливается. Ну, соответственно, я хотел это дело все ближе к марту также делать, раз меня громово шевельнуло, я в сентябре, в сентябре, где-то числах пятнадцатых примерно, попал на прием к Артуру Владимировичу. И у нас есть такая маленькая, маленький конфуз, мне в Пикалёве страхуются и ставят метастазы. И почему у меня это дело без заключения стоит, потому что описание не соответствует снимку, потому что находится на записанной компьютерной томограмме на CD-диске. И мы решили, что в этот раз я пройду компьютерную томограмму в онкоцентре, и там специалисты уже правильно опишут. Я приехал в середине сентября, попал на прием, записался, записался на 15 или 16 октября, я сейчас не помню, то есть через месяц на компьютерную томограмму, остается уже, уже подходит уже сентябрь, идет октябрь, остается буквально восемь дней, мне звонят и говорят, что компьютерный томограмм сломался. Всё, ладно, сломался, сломался, опять проходит дни, я записываю, звоню, где-то дней через восемь я попадаю на прием, приезжаю к Артову Родимовичу, объясняю ситуацию, он открывает компьютер и говорит, а томограмм до сих пор сломан. Я приезжаю уже в Пикалёво, чё ж, всё-таки ж мне ездить, тоже накладно, это самое, денежка, билеты туда, дорога обратно. Я принимаю решение, ладно, буду проходить компьютерную томограмму по месту жительства, я попадаю к онкологу Паху Палевичу, записываюсь на томографию, иду в кабинет к руководителю этим томографом, он меня ставит в очередь, это у нас получается октябрь, проходит декабрь, я в середине декабря звоню, я нахожусь на очереди 16 человек, ладно, я так ещё так, я говорю, хоть до нового года, получается, наверное, уже не успею, я говорю, да, наверное, не успею. Проходит Новый год, проходит Новый год, я уже прихожу к ним туда в кабинет, спрашиваю, они говорят, а мы вам не звоним, у нас сломался томограф, подача контраста, а мне надо томография с контрастом. Что ж, я тут уже принимаю решение, соответственно, еду в онкоцентр. В онкоцентр, кстати, я сразу обратил внимание, что теперь даже между записью проходит где-то, вот я позвонил, и дней через пять я уже попал на приём, на приём. И томография мне также вспоминать бы, конечно, это самое, как я там... 28 января я был у Артура Владимировича на приёме, а 13 февраля я уже прошёл компьютерную томограмму. Вот. Это самое. Сделали мне компьютерную томограмму, посмотрели, посмотрели, всё в порядке. По заключениям. Так, сейчас почитаю Вам. Выявлены немногочисленные очаги в лёгких от 2 до 6,4 мм. В лёгком. Так, вероятно, фиброзного характера. Надо с этим ещё фиброзного характера разобраться, но у терапевта я спрашивал, мне как один сказали, что это ничего страшного в этом нету. Так, дальше. Посмотрели эти новообразования. В размерах они не увеличиваются, они не прогрессируют. Заключение Андрея Владимировича. Так, данных за прогрессирование на момент осмотра не получено. Ну и также рекомендация. Наблюдение района. Можно ли моё состояние считать ремиссией? Нет. Во-первых, написали бы ремиссия в заключении, в самом заключении, и меня бы сняли тогда с обеспечения в онкоцентре, потому что я наблюдал, как тётенька подошла, она объясняла, что она заново брала направление, онкоцентр объясняла, что так как у неё была ремиссия, а сейчас у неё возникло подозрение на что-то, и она хочет провериться. Нет, моё состояние ремиссии не считается, но и ухудшения у меня тоже нету. Так, теперь давайте поговорим вообще про состояние моего здоровья. Как всегда, бессонницы, бессонницы присутствуют, они перерастают в упадки сил, в давление. Рассмотрим ситуацию с лета. С лета я решил, что движение это жизнь, и начал перед сном ходить на прогулки где-то километра по два. Дни через пять у меня образовался такой подходящий нормальный сбой. Летом я никуда на большие расстояния не ходил, а это честно говоря обидно, не сходить ни за грибами, ни за ягодами. Так как я лето провожу на даче, а так как вокруг дачи колхозные поля, они довольно обширные, и до грибных и ягодных мест надо пройти где-то от трех километров. Мне это состояние тяжеловато, но хочу сказать, что осенью мне стало чуть-чуточку полегче. Я несколько раз ходил, ну во-первых, занимаюсь посадками семян в лесу, я ходил, сеял лиственницу, тую, я проходил нормальное расстояние даже где-то в день около восьми километров. Это ничего, но осенью у меня опять пошли все сбои, пошли все сбои. Когда я проходил врачей в августе на врачебную комиссию для МСЭ, я обратился к окулисту, что во-первых, у меня зрение упало, у меня с 0.9 упало до 0.6 зрения, и постоянно с глазами пошла проблема. У меня такое ощущение, что какая-то пелена, нету таблетки. Я врач сразу спросил, таблетки принимаю? Я говорю, да. Она говорит, это от таблеток. Я сейчас отказался от всех таблеток, уж лучше пусть бессонница будет. Все равно, что я таблетки не прошу, сколько мне не писали рекомендаций, либо эффекта 0 мел, либо эффект незначительный. Я никакие больше таблетки, есть она бессонница и пускай будет. Никакие больше таблетки не буду принимать, потому что над собой тоже издеваться надоело. Так, потом, потом где-то после Нового года я решил выйти на тропу здоровья, тут часто ходила та самая. В принципе ничего, так более-менее сон более-менее средний. До Нового года у меня ужасающий был, ужасающий был. Я засыпал только к 8 утра. Посмотрел один ролик на ютубе заграничного доктора, и с его ролика я пришёл к выводу, что надо отказаться от сахара. Он как-то объяснял, что когда большое наличие сахара, в общем, организм выкидывает адреналин. Отказался от сахара, отказался от сахара. Вроде эффект появился у меня, сон более-менее нормализовался, но это до того, как я прошёл заключение, я пошёл на врачебную комиссию, чтобы с этим заключением отправить бумаги на МСЭ. Я уже ранее говорил, и там меня раз, давайте проходите всех врачей заново. Спасибо, конечно, нашим врачам, что меня без очереди все приняли, но это я ходил неделю с утра и практически до вечера в больницу, кровь и всех врачей прошёл. Мне это, конечно, сказалось. Такой нормальный классический сбой по сну, просто до десяти утра просто пролежал, всё. Так что состояние моё, как всегда, плавающее, плавающее. Что касается МСЭ, возможно, даже нам придётся с ними судиться. Я готов, я готов морально к тому, что написать заявление в Следственный комитет, пусть к ним организуют проверочку, проверочку, потому что их действия я не считаю правомерными. Всё-таки же это рекомендация, а не сбор жёстких правил. Но я, конечно, понимаю, что им надо царю денег сэкономить и меня со второй группы на третью скинуть. Но я с таким решением не согласен. Так, в принципе, на этом ролик заканчиваем. Ещё раз, данных за прогрессирование на момент осмотра не получено. До следующего, также марта, следующего обследования. С Вами был Сергей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok